Привет, в этом видео я покажу все нововведения iOS 18.1. Поехали! Скачать могут все, начиная с iPhone XR и iPhone с кнопкой SE2. Но не все iPhone получат главную фишку этого обновления, а это Apple Intelligence. Для этого нужны iPhone, начиная с 15 Pro и выше. После обновления на iOS 18.1 у вас появится вкладка Apple Intelligence и Siri. Для того, чтобы у вас появилась новая Siri и фишки искусственного интеллекта, в настройках зайдите «Основные», пролистав чуть ниже язык и регион, и меняем регион обязательно только на Соединенные Штаты Америки. Как установили регион, в предпочитаемых языках на первую строку перемещаем английский язык, как на видео. И обязательно английский язык у вас должен быть без всяких скобок. После заходим в вкладку Apple Intelligence. Язык здесь тоже меняем на английский и скобках Соединенные Штаты. Потом у вас вылезет предложение о начале использования искусственного интеллекта. Это займет пару минут. А теперь перейдем к главным фишкам самого обновления. Новая анимация Siri с классным звуком. И кстати, новая анимация Siri очень круто выглядит на темной теме. Одиночный тап по нижней части экрана покажет, что там располагается Siri. А уже двойной тап позволит не разговаривать с Siri, а писать ей и отправлять запросы. Самое интересное нововведение это функция CleanUp. Чтобы открыть ее, нужно зайти в меню редактирования в приложение фото. С помощью ее вы можете убрать лишние объекты на фото. И знаете, эта фишка довольно хорошо убирает объекты. Из этого могут получаться неплохие фото. С людьми работает функция Blur. Для этого закрасьте лицо человека. Запись звонков. После того, как абонент взял трубку, слева сверху появится кнопка начала записи. Нажав на нее, пойдет обратный отсчет на 3 секунды. И смартфон предупредит человека на другой стороне трубки, что разговор будет записан. При окончании разговора запись звонка сохраняется в вашей заметке. Работа с текстом с помощью ИИ. В заметках у вас появится новая иконка. Но она работает только с английским текстом. Нажав на нее, у вас появится ряд взаимодействий с текстом. Например, текст можно проверить на наличие ошибок. Также вы можете переделать текст дружелюбным, более профессиональным или лаконичным. Еще вы можете переделать текст в списке, таблице или как-то его сократить. В приложении камера появилась запись пространственных фото и видео для Apple Vision Pro. Раньше были доступны только запись видео. В пункте управления сразу перейдем в режим редактирования. Отпишем раздел «Связь». Вы можете увидеть, что теперь появились отдельные иконки Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Они все в одной иконке. Папка «Уведомления» на экране блокировки теперь лучше группируется. Например, когда у вас много сообщений от одного чата, он будет показывать, сколько там вкладок с сообщениями. На этом все. Пишите в комментариях, как вам обновление и будете ли вы тоже обновляться или уже обновились. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok